Более чем странная ситуация. Активы находятся на территории России, принадлежат офшорам, согласует любое фактическое управленческое решение Минфин США. То есть фактически речь идет об исполнении антироссийских санкций на территории России. Разве нет? Совершенно верно. Более того, нужно понимать, что фактически сейчас именно американцы являются командирами нашей индустрии. Именно в силу тех условий, на которые сейчас соглашаются наши богатенькие. В этом смысле я очень удивился, когда Дерибаска изъявил желание судиться с Геннадьим Андреевичем Зюгановым за его выражение, что все происходящее в бизнесе Дерибаски является одной большой аферой. Это действительно так. Речь идет именно об этом. И нужно понимать, что специфика бизнеса, которая в 90-е выстраивалась, когда за дешевые деньги здесь приобреталось сырье, а потом гналось на Запад, собственно, на этом он и поднимался, она никуда не делась. Да, понимаете, эта ситуация долгие годы сохранялась, и прекрасно себя наша олигархия чувствовала не только в алюминиевой промышленности. Но самое плохое сейчас то, что даже рычаги управления уходят от нас. То есть здесь, по большому счету, Россия как государство, как определенный правосубъект, просто исключена из этого процесса. И самое обидное во всей этой ситуации то, что государство не проявляет на данный момент никакой политической воли к тому, чтобы пресечь эту ситуацию.